Интересная игра сегодня получилась, зная требования Игоря Николаевича, самое главное было уступить борьбе, плюс команда Гродно, довольно мастеровитые футболисты. Я считаю, что они могут бороться за самые высокие места в этом чемпионате, поэтому среднейшим образом готовились. Учитывая, как складывался сценарий матча, могло быть и результаты в нашем пользе, то есть на три результата мяча, и могла победа сегодня достаться команде соперника. Я думаю, что игра зрителям понравилась, было очень много эмоций, что нравится зрителям. Я думаю, что этот матч не оставил никого равнодушным. Владимир Владимирович, команда первой в саммит матчах отошла от схемы в третьей стране защитника, а чем серьезное решение? Готовились к сопернику и решили, что все на сегодняшний момент лучшие футболисты начнут стартовая бой. Вот конкуренция, есть тренировочная неделя, мы видим отношения, состояние и очень много факторов, которые влияют на выбор стартового состава, и мы все это учитываем при подготовке к отдельно следующему соревнованию. Коллеги, вопросы? Да, Владимир Владимирович, к вопросу вы сказали, что лучше играет, кто был лучше готов, то есть вы учитываете этот фактор. Это не была конкретная подготовка к Гродну, или же просто те, кто были готовы, вы решили, что сыграем в четыре? Это была подготовка конкретно к Гродну, мы довольно тщательно разобрали, как они действуют, тут секретов сегодня никаких не было, поэтому мы на вход этого соперника и выбрали тех исполнителей, у которых это сегодня успехов. Понятно. Еще такой вопрос, скажите, больше довольны тем, что сумели вырвать ничью, или же, может быть, недовольны тем, что не победили? Я доволен тем, как футболисты себя проявили на футбольном поле, что мы проявили характер, и из сложной ситуации выбрались, то есть сравняли счет, потому что это не так просто, поверьте мне, и были моменты, ну, чтобы забраться возле три очка, о чем мы уже говорим, что игра на три результата будет. Спасибо. Трое вопрос? Добрый день, спортсмене. Трое вопрос, вот, столь ранее за Лена, как Сергей Матвеевич, капитан команды, и тут после первого тайма его заменялись, какое, что не так произошло? Ну, мне не понравилось, как Сергей Матвеевич сегодня выглядел на футбольном поле, и я думаю, что с его опытом вот такие ошибки можно допускать. Понятно, что каждый может ошибаться, но нет у нас незаменимых, и если есть ошибки, ну, посчитаю, что Костя Кучинский на этой позиции справится. В принципе, таких больших претензий Костя не было в втором тайме, но закрыл позицию довольно качественную. И еще такой вопрос. Вот, получается, игра была настолько динамичная, да, и много борьбы. Борьбы где-то судья давал выиграть, где-то все-таки хрестел. То есть, как вы считаете, с Гродно получился такой вот напряженный матч, и все-таки удивил ли вас соперник своей брони? Ну, с Гродно всегда тяжело играть. Игорь Николаевич собрал довольно доброспособный коллектив. Как я уже говорил, эта команда способна решать очень высокие задачи в нашем чемпионате и бороться за, ну, не побоюсь этого слова, за первую тройку по составу, по содержанию, недаром они. И в сезонку так провели. Одну игру проиграли, и все остальное выиграли. Выиграли два тренира. Это говорит о качестве футболистов, о качестве как отдельных исполнителей, так и общей команды в целом. Для меня секрета не было. И я знаю этих футболистов, которые каждую игру отдаются полностью на 100% на футбольном поле. Нам самое главное было в этом компоненте не уступить. И плюс то мастерство, которым обладают наши футболисты, могло привести к поважительному результату с нашей стороны.